Я сказала, что мы будем бороться сейчас с Дадоном, потому что то, что он пытается сделать, он, конечно, говорит, что не хочет повторять то, что Плохотнюк сделал, но ему нравится контролировать институты власти, ему нравятся все эти игры, его нужно остановить. Так что я буду бороться со своей партией, надеюсь, с другими партиями в центре политической структуры, бороться с тем, чтобы освобождать страну сейчас от Дадона, потому что нам не нужен другой Плохотнюк. Вы сейчас воспринимаете президента Игоря Дадона как олигарха нового? Я воспринимаю его как товарища, который хочет контролировать большинство института власти, а нам нужны независимые институты власти. И сегодня готовится план по деолигархизации номер два? Мы хотим освобождать государство. То, что произошло, я всегда говорила, что у нас будет окно возможности, когда один уйдет, один олигарх, и второй еще не придет. Вот у нас было это окно в пять месяцев. Мы не успели построить очень сильные, мы вообще не успели построить сильные, не то что очень сильные, государственные органы власти, чтобы второй не пришел и не захотел сделать то же самое. Но все равно это окно еще есть, потому что Дадон еще не контролирует государство, как Плохотнюк контролировал. И нам нужно сделать все, чтобы вот этого не произошло. То есть можно назвать олигархами или не олигархами, или по-другому, но то, что человек собирается контролировать государство для своих интересов или для интересов партии, это всем понятно. Нам нужна независимая юстиция, нам нужна независимая прокуратура, нам нужен независимый национальный банк. Чтобы построить государство реально, нужны политики, которые не играют в такие игры, в какие играет Дадон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!